Друзья, всем доброе утро! У вас не пугает слово «урок»? Нет? Ну, я не знаю, как кто относится к образованию, но слово «урок» иногда у нас ассоциация не совсем приятная. Но, тем не менее, изучать Священное Писание — это очень хорошее дело. Почему? Потому что через познание Священного Писания мы приближаемся к Богу, и самое главное, Иисус Христос сказал, что те люди, которые исследуют Писание, они могут через исследование Писания иметь жизнь вечную. Поэтому мне кажется, что христианин, он находит наслаждение в исследовании Слова Божьего и в осмыслении частично истории или времени, в котором мы живем с вами сегодня. И поэтому мы можем увидеть, что Библия и христианство — это не просто абстракция, не просто теория. это то, что является сущностью сердцевиной жизни человека. Поэтому, друзья, чтобы времени много не терять, я думаю, что у нас будет сегодня два урока. Они более такие панорамные, не совсем экзогетические или германемтические. Мы посмотрим сегодня с вами, возможно, с высоты птичьего полета немножко на историю человечества и на историю христианства. И поможет в этом нам послание к колоссянам, потому что оно будет как бы началом, как бы стартом для понимания времени, в котором жила христианская церковь, и самое главное — времени, в котором живем мы сегодня с вами. Текст я буду читать из послания апостола Павла к колоссянам. Вторая глава — это будет два текста. Это будет второй стих и, извиняюсь, четвертый стих и восьмой стих. Итак, мы читаем послание к колоссянам, вторая глава, четвертый стих. «Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкрачивыми словами». И восьмой стих. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Можете теперь поднять свои глаза. Эти тексты, они будут в основе сегодняшнего урока. И начнем мы со следующего. Вы обратили внимание, когда мы читали эти тексты, что апостол Павел уже во второй главе обозначает, в принципе, причину написания послания к колоссянам. То есть, почему вообще возникло это письмо? И причина была в следующем. Апостол Павел намекает колоссянам, что есть люди, которые вкрачивыми словами пытаются их прельстить. Некоторые переводы говорят о том, что вкрачивая слова, они дают следующее значение. Разумными доводами. То есть, рисуется картина, что приходят определенные люди, у которых есть аргументация, и не убеждают христиан в колоссах, в каких-то вещах, которые не совсем соответствуют тому, чему учил апостол Павел. Восьмой стих он более уточняет, и мы уже встречаем слово «философия», «пустое обольщение» и «предание человеческое». Итак, послание апостола Павла к колосссянам – это своеобразная апология или защита учения. С чего все началось? Вчера немножко Вениамин говорил о том, что послание к колосссянам большинство исследователей, они считают, что послание к колосссянам, вернее, церковь в колоссах не создавал апостол Павел. Евангелие туда принес ипофраз. И этот же ипофраз, по-видимому, встретившись с апостолом Павлом, он начал рисовать ситуацию, которая происходила в этой церкви. И апостол Павел в том, что говорил ипофраз, начал улавливать вот эту опасность, которой подверглись первые христианы. Чему они подвергались? Философия, пустое обольщение и предание человеческое. Был такой известный апологет XIX века, Клайв Стейв Льюис. Ему принадлежат такие слова. Мне они очень нравятся. Послушайте. «Если вы ищете», он говорил, «удобную религию, я менее всего рекомендую вам христианство». Если вы ищете удобную религию, я менее всего рекомендую вам христианство. Когда мы посмотрим в историю христианской церкви и непосредственно уже времена апостолам, мы увидим очевидную картину. Часть церквей, она подвергалась физическим гонениям. А часть церквей, где вроде бы была свобода, постоянно подвергалась давлению общества и культуры, в которой церковь зарождалась. Я хочу обратить ваше внимание, что христиане, они не появились в пустыне. То есть ничего не было, никаких идей не было, никаких философий не было. И вдруг родилось христианство. Совершенно было не так. Христианство пришло уже во времена, где существовали греческие философы, где существовал иудаизм. И поэтому, когда христианство возникало, какими-то чертами оно было похоже и на то, и на другое. Но оно было совершенно непохожим по сути своей. И апостол Павел понимал, что люди, которые начали обращаться ко Христу, они были в статусе младенцев во Христе. Кстати, хочу отметить, друзья мои, когда вы читаете послание, вы еще вот что должны понимать. Вы сегодня открываете написанное слово. И у нас есть вот эта привилегия, есть вот этот приоритет читать. Первые христиане, они весть о Христе, Евангелие, принимали вербально, то есть словесно. Не было еще полностью всех посланий апостола Павла, Евангелия, не было то, на что можно было опереться. И вы понимаете проблему вербальности или словесности? Вы когда-нибудь играли в игру «Сломанный телефон»? Вот это есть проблема всегда людей, которые что-то передают словом. Вот закончится этот лагерь, и кто-то из вас хочет поделиться и сказать, в лагере было это и это. Другой скажет, ты что, серьезно? То есть мы воспринимаем по-разному, по-разному передаем информацию. Кто-то преуменьшает, кто-то преувеличивает. И в этом есть проблема словесности. И вот это было слабое место, потому что первое послание апостола Павла, он говорил словами. Послание к писалокисам, он скажет, что предание, которое передал я вам, а уже впоследствии он начал писать письма. Поэтому, в принципе, лжеучителям было довольно-таки легко прийти в любую церковь и ставить под сомнение слова апостола Павла. Потому что не было к чему привязаться, не было как проверить. Сегодня вы, если проверяете на истинность, что вы делаете? Вы говорите, давай откроем Писание, давай посмотрим в текст. А христиане того времени не могли этого сделать. И поэтому они подвергались вот этому давлению культуры и общества. И захаживали разные люди. И давайте немножко вспомним исторический контекст, что христианство возрождалось на полях очень обширной большой Римской империи. И несмотря на то, что Римская империя, она захватила очень большие территории и была очень сильной, могущественной, у римлян была одна проблема. Она заключалась в следующем. У них не было идеологии. Они более все-таки тяжели к этике, к поведению, к закону, к праву. А вот мировоззрения или идеологии у них не было. И на помощь, как всегда, пришла Греция с философскими движениями и с массой философов, которые были в то время. И они наполнили полностью всю Римскую империю. И вот христиане, которые начали поклоняться Христу и веровать в Евангелие, они встретились с присутствием философов того времени. И надо было как-то реагировать. И вот послание к колоссянам – это как раз апология или ответ апостола Павла всем этим людям и тем доминирующим философиям, которые были в то время. Я хочу, к примеру, одну цитату. Кстати, сегодня будет довольно-таки много цитат. Мне нравится читать авторов разных. Они очень хорошо, сочно рассматривают какие-то темы и дают анализ. Послушайте вот одну из цитат. Главной причиной написания послания к колоссянам послужили тревожные новости от Епофраса, а именно сильное давление на церковь, общество и культуры и философии. По всей видимости, христиане в колоссах ощущали это давление, и это были попытки ослабить или свести к нулю значимость Евангелия Иисуса Христа, обесценить ее истинность, эксклюзивность, ее радикальность. В то же время попытаться навязать альтернативу либо определенное сотрудничество, коллаборацию, естественно, с последующим доминированием. Это был еленистический элемент культуры, но похоже, что иудаизм не стоял в стороне. В послании колоссианам мы видим, что и обрезанное не прочь навязать свою догматику. Примечательно, что оба движения, еленистический и иудейский, используют одинаковый инструментарий. Послушайте, какой инструментарий использовали иудеи и елены для того, чтобы врываться в Церковь Божью и попытаться ее свести или изменить направление ее движения. Они делали это через определенное сходство для того, чтобы впоследствии сделать подмену понятий. Греки это делали через философию иудеи, через герменептику Ветхого Завета. Такая объемная, сложноватая цитата, но сущность ее в следующем. Давление культуры и общества было очень сильным, а у христиан еще было очень мало силы противостоять этому. Поэтому апостол Павел пишет послание к колоссианам. Если вы внимательно будете читать, вы увидите, как оно отличается от многих других посланий. Знаете, чем? Уже в первой главе апостол Павел начинает говорить о Христе. Причем невооруженным глазом видно, что апостол Павел не отвлекается на фальшивки. То есть он не разбирает каждую философию подробно. Ему незачем это делать. Апостол Павел говорит о Христе, он как бы говорит, посмотрите, это ответ всем вам. В Иисусе Христе весь туман может пройти, вы ясно будете видеть, какой Бог, какая его сущность. Христос явил Бога во плоти. И вот апостол Павел, я еще раз хочу повторить, он начинает не с того, чтобы разбирать каждую фальшивку. Он начинает из истины. Он показывает, являет Иисуса Христа. Кстати, в первой главе с 15 по 20 стих это поэзия. Она не передана в нашем переводе, но это поэтический слог. Апостол Павел говорит поэзией. Он говорит о Христе поэтически. И в этих пяти стихах он показывает, какой есть Иисус Христос, что в нем, какая сущность, что ему принадлежит, какая его власть. И это ответ тем людям, которые проникали в церковь. И это оружие, которое дал апостол Павел в руки христианам. Итак, давайте первый подведем промежуточный ответ. Вернее, вывод. Итак, церковь только зародилась. В церкви в основном слабое место это вербальная передача информации. Им еще сложно понять весь объем и всю правду Евангелия. Философия, она давит. Апостол Павел дает инструментарий в руки колоссянам, и он говорит, вот ваше оружие. Ваше оружие это познание Иисуса Христа. И апостол Павел открывает, каким есть Иисус Христос. Это время апостола Павла. Я хочу пригласить вас немножко, точечно пройти в историю христианской церкви, и мы закончим нашим временем. Что происходит сегодня? Если мы внимательно посмотрим в историю человечества и в присутствие Церкви Божьей в истории, мы увидим, что не было момента, в котором бы Церковь не подвергалась снова и снова давлению извне и давлению культуры. Не было этого момента. И сейчас, даже вы, находясь здесь, можете не осмысливать, не догадываться, но общество и культура, которая вне Церкви, она напрямую влияет на нас с вами. И мы к этому подойдем. Но я хотел бы говорить сегодня о первой большой эпохе, которая была в истории, которая вошла под названием модерн или модернизм. Возможно, вы слышали, мы только немножко рассмотрим этот период для того, чтобы нам понимать, что происходило в то время, какое было настроение вне Церкви, что предлагала культура и как Церковь отвечала на это. Итак, эпоха модерна это эпоха, модернизм это сущность этой эпохи. Эти вещи нужно разделять, но не в этом суть, не это самое главное. Итак, некоторые исследователи говорят, что эпоха модерна, она приблизительно начала свое движение в 13 веке. Мы не будем останавливаться в 13 веке, нас более будет интересовать 16, 17 и 19 век. Почему? Потому что именно этот период в истории это огромное такое движение и большие процессы, которые происходили в истории человечества. Такое впечатление, что где-то до 16 столетия люди не то чтобы спали, возможно, дремали. Все было прогнозировано, все было как-то более-менее стабильно. Почему? Потому что Церковь, она имела влияние на людей. И люди держались определенных этических норм, правил, и Церковь, она проникла во все сферы житедеятельности человечества, во все без исключения. И вот в 13 веке первые попытки как-то реанимировать прошлое. Людям то ли уже надоело это все, им нужно было что-то новое, что-то свежее. И с 13 века начинается развитие человеческой мысли. В 16-17 веке достигает эпогея. Что происходит в истории? В истории происходят серьезные процессы. технологический взрыв, научные открытия, открытия географические новых земель и похоже на то, что как бы человечество проснулось от спячки. И люди подумали, вот религия она нас привязала, она нас ограничивала. Надо как-то вырваться из этих оков и пойти вперед. Надо поднять человека на новый уровень. И эта эпоха модерна, она как раз отличается тем, ее так назвали эпоха торжества человеческого разума. Ну действительно, 16-17 век, представьте себе, такие ученые, как Кеплер, Лейбниц, Декарт, Ньютон, Эйлер, математик. Такие открытия, кстати, Америка, в которой вы сегодня живете, она тоже попадает в этот период. Вы знаете, что Колун довольно-таки случайно попал сюда, у него направление было совершенно другое. люди изобретают телескоп, микроскоп, и самое главное, самое важное, это книгопечатание. Если раньше книга это была уделом избранных людей, сегодня на то время книгопечатание дало возможность людям распространять очень быстро информацию. И люди, находясь в этот период, они подумали, вот это да, церковь была не права, она закрепощала человека, надо дать человеку выход. И мы видим, друзья, с вами, что в эту эпоху, в первую часть, 16-17 век, вот этот подъем человеческого духа, и люди стали скептически относиться к религии. И они стали делать ударение насилия и величии человеческой мысли. Помните, мы начинали с вами в послании Колоссян, что общество давлело, но у церкви, у апостола Павла был ответ. Я хочу сказать, друзья, что в это самое время, когда было развитие науки, когда человечество, кажется, стало на новый уровень своего развития, у Бога был ответ. И этот ответ прозвучал, ну так, довольно-таки сильно на европейском континенте 31 октября 1517 года. Что это за дата? 31 октября 1517 год. Каждый правоверный христианин должен эту дату знать наизусть. Что? Ну, так говорят, что Лютер в это время, в это число он прибил свои 95 тезисов. удивительно, когда мы смотрим на эпоху модерна и кажется бы церковь ей нечего противоставить и кажется общество, которое вокруг, оно просто снесет. Бог находит, ну, в данном случае человека, хотя если быть объективным, то еще до Лютера многие христиане, они переживали глубокий духовный поиск. Они есть в истории, но они, наверное, не такие значимые, как Лютер. Потом, конечно, после Лютера там Жан Кальвин и все остальные мыслители, все остальные люди, которые были в этом русле протестантства и началось активно, активное развитие как раз протестантского движения. Кстати, мы одно из ответвлений, которое пошло по дороге анабаптизма и, ну, это уже совершенно другая тема, я не хотел бы на это занимать наше время. Друзья, протестанты мои или потомки протестантов, дату мы выучили. 95 тезисов это очень много, но давайте 5 основных вспомним. Дайте микрофон, пожалуйста, кто есть, кто может 5 тезисов реформации на память нам сегодня сказать. Не на латыни, хотя бы на русском языке. Вперед. Есть, да? Ну, давай микрофон. У кого есть, не спеши, запишите, очень важные 5 тезисов, очень важные. Соло скриптура. А ты прям на латыни, хорошо, отлично. Объясни людям, нет, вставай, объясни людям. Я все точно 5 сейчас не спешу. Не спеши. Друзья, пишите 5 тезисов реформации, они очень важные будут. Соло скриптура, только писание, писание, основы. Отметили? Дальше. Соло кристо, только Иисус Христос, соло глория, только слава Богу, соло фито, это только вера, и соло грассия, по-моему, только благодать. По-моему, все 5, правильно? Чудесно. Итак, друзья, пишем, только писание, только Христос, только вера, только благодать, и слава только Богу. Можете в рамочку себе записать, можете домой заказать. Это ответ, Божий ответ на время модерна. Вот так Бог ответил. Еще раз повторяем. Только писание, только Христос, только благодать, только вера, и только слава Богу. Хорошо. Итак, это 16-17 век, и церковь как бы стряхнула с себя вот то напыление человеческого, что лежало на ней много веков. И, кстати, Мартин Лютер, он сделал одну очень важную вещь. Он перевел на немецкий язык и сделал понятным писание простым людям. И стало немыслимое. Простые люди, они начинали читать и исследовать Писание и жить соответственно Писанию. И это было очень мощным движением в Европе. Оно распространировалось немножко, ну, не немножко, а довольно-таки позже и на Россию. Оно захватило весь-весь континент. И мы видим, как во времена апостола Павла, помните, да, мы начинали у послания к Колоссянам, апостол Павел отвечает культуре только Христос, познание Христа. Мы видим, приходит эпоха модерна и Бог отвечает через реформацию. Опять же, только Христос, только Слава Богу, только Писание. Но мы немножко подберемся с 17 века к 19, уже ближе к нам. Была огромная проблема, которая во вес рост встала перед христианами и особенно перед Иваньской церковью или перед теми церквями, которые стали наследницами протестантского движения. В середине 19 века научно-технический прогресс еще очень сильно продвинулся, очень сильно. Начались изобретения телефона, паровые машины, началась индустриализация. И знаете, какой процесс еще пошел? Люди в основном, они жили общинной жизнью в селах и они начали перемещаться в индустриальные города, потому что там была возможность сделать карьеру, была возможность больше заработать денег. И началась миграция из сел в города и из общинно-семейной жизни более уже к индивидуальному, со всеми вытекающими проблемами. И научно-технический прогресс, он еще начал набирать обороты. Стали появляться фабрики, заводы, люди стали масштабировать бизнеса. И кажется, к 19 веку торжество человеческого разума выходит на новый уровень. А где же церковь? Что с церковью? И здесь, как говорится, очень сильный удар к концу 19 века. Такой человек, как Чарльз Дарвин, он публикует довольно-таки небольшой труд происхождения вида. И многие люди сказали, вот он ответ на все наши искания. Мне нравится, один еврей говорил так сокращенно об теории эволюции, молекулы бились, бились, пока в люди не выбились. И люди вдруг стали сомневаться, Бог ли сотворил мир. Ведь в этой книге происхождение видов была стопроцентная аргументация. И даже протестантские церкви серьезно начали шататься. Давление общества снова усилилось. И как бы общество говорит, ну что христиане, смотрите, если у вас и было что-то в запасе, нам предоставить, теперь вас нету, потому что мы добрались до самой сердцевины, теперь мы знаем, откуда все появилось. У нас есть ответ. Чарльз Дарвин дал этот ответ. И к сожалению, к большому сожалению, многие церкви, многие протестантские движения, конфессии, они стали сомневаться, во-первых, в самом главном. Он, брат, говорил, первый принцип реформации только писание. И стали появляться голоса, которые стали говорить, ну да, писание, это неплохо, но, к сожалению, если внимательно исследовать, там есть много ошибок. потом стали звучать голоса, ну да, наверное, это все-таки Слово Божье, но со временем оно потеряло свою, ну как бы эксклюзивность, потеряло свою правдивость, там крались неточности. Стали появляться следующие голоса, мы еще сегодня вечером с вами поговорим, люди стали говорить, слушайте, Библия как закон нравственный, там, этический, принципы какие-то, поведения, да, мы оставим, но чудеса, извините, Иисус ходил по воде, мы же люди рациональные, мы не можем поверить, когда мы живем в век открытий, торжества человеческого разума, как мы можем верить в библейские сказки, и, к сожалению, знаете, что сделала церковь, она не стала противостоять истиной, она стала потихоньку разбавляться вот этими всеми вещами, они стали входить в церковь, и церкви потихонечку стали утрачивать силу и соль. Итак, к 19 веку мы уже видим огромные проблемы во многих конфессиях, в этом принципиальном вопросе только Писание. Люди стали сомневаться, но этой сказке пришел конец. Какой сказке? торжеству человеческого разума. В 1914 году до сих пор историки говорят, никто не знает, почему началась Первая мировая война. Миллионы людей в Европе погибли, неизвестно за что. До сих пор историки говорят, самая глупая война, которая была в истории человечества. Это миллионы жизней. 1939 год, начало Второй мировой войны. И ужасные вещи, такие как Холокост или философия или мировоззрение нацизма, коммунизма. И вдруг человечество увидело, что оно вышло на сам пик развития своего. И люди сказали следующую фразу. Оказывается, человек уже звучит не гордо, а человек звучит страшно. Итак, история модерна, она подходит к своему логическому завершению двумя мировыми войнами и страшными режимами, которые погребли миллионы людей. И человечество как бы испугалось, оно стало думать, стоп, что с нами не так? Ведь мы думали, что разум человека, он ответ на все вопросы. И, конечно же, мы начинали с послания Колоссян. Ответ на все вопросы человечества где находится? Не в разуме человек, а в Иисусе Христе. Но люди забыли это. На какой-то период времени это и не надо было. Они думали, что они справятся со всеми проблемами и все они решат в жизни своей. Итак, где-то к 1960 году потихонечку эпоха модерна или идеализации человеческого разума уходит в прошлое. Люди стыдливо смотрят в пол, они понимают, что разум человека, он изобрел оружие уничтожения миллиона людей. Что делать дальше? В чем смысл? И, конечно же, общество и культура, они начали искать следующий смысл. И наступает эпоха постмодерна, то есть послемодерна. Она довольно-таки тоже интересна, она ближе к нашему времени, и она включает и наше с вами сегодня время. Она очень интересна тем, что люди подумали, подумали и решили, но если разум человека он так подвел, значит, наверное, истины вообще не существует. А если она и существует, то познать эту истину не представляется возможным. И начинается вот эта эпоха апатии и разочарования. Несколько слов хочу сказать о том, что ваши родители, бабушки и дедушки, они, возможно, до эмиграции жили в такой стране, как Советский Союз. И эпоха постмодерна, она немножко позже пришла в страны бывшего Советского Союза. Почему? Был глухой железный занавес, и эта страна, она была оторвана от всех процессов. То есть происходили процессы уже в мире, но в Советском Союзе еще все в замороженном состоянии было. Поэтому, если эпоха постмодерна пришла в 60-е годы, то в Советский Союз, она с развалом Советского Союза пришла где-то на 30 лет позже. Но, тем не менее, она пришла. И пришли философы, которые решили приложить совершенно другую концепцию. И они сказали, хорошо, разум человеческий не справился, но мы бы хотели теперь сделать такое слово деконструкцию или провести детальный анализ всего, в что люди верят. И когда они стали делать эту деконструкцию, знаете, что они сделали? Они убрали все, на чем человечество стоялось. В 1960 году здесь, в Америке, произошло событие, которое потрясло и дало как бы от эпицентра Америки на весь мир. Произошла сексуальная революция. Вдруг люди стали говорить о том, не надо нас связывать ничем. Мы сами знаем, как и что нам делать. И вроде бы оно как бы привлекало, это стала эпоха, так мы называем демократию, уважение к правам человека, но все растворилось. Истина перестала существовать, люди стали говорить, живи как хочешь, делай что хочешь. Никто не имеет права мне указывать, что делать с моим телом. Это основной посыл сексуальной революции. И опять же общество усилило давление на церковь. Смотрите, мы прошли несколько эпох, эпоха апостола Павла, давление философии. Апостол Павел говорит, ответ Иисус Христос. Эпоха модерна, давление общества, человек это звучит гордо, церковь отвечает, Бог через церковь в реформации говорит, нет, только писание, истина в писании. Приходит эпоха постмодерна с новым предложением. Истины не существует, никто не имеет права тебе указывать, как тебе жить. Кстати, вы ничего не слышите, как сегодня вы можете вокруг себя слышать вот это то же самое, в том числе церкви. Люди стали приходить в церкви и слышать проповеди, где говорилось, смотрите, не надо так радикально, не надо так сильно, давайте помягче. Наступает эпоха толерантности, где права каждого человека, они учитываются, где всем есть место. И церковь потихоньку стала прогинаться под этим давлением и вот это время, в котором мы живем, это время осмысления нашего христианства. Под чем влиянием мы будем находиться? В философии мира сего, где истина растворилась, ее не существует, или мы вернемся к этим принципам реформации? Нет, есть Писание, есть объективная истина, где она находится? В Иисусе Христе. Ничего не меняется, Иисус Христос распит и его Евангелие, она проходит через все эпохи. И Иисус Христос есть ответом на всякое давление, которое извне угрожает церкви. Но я хочу несколько моментов, еще есть немножко времени поговорить, что в эпоху постмодерна церковь, она впитала элементы постмодерна. Представьте себе, есть церковь, но она уже не исповедует принципы библейские, она исповедует принципы, которые пришли извне. И появилось так называемое интересное явление, как слабое богословие. В чем его сущность слабого богословия? Оно было в следующем, если коротко. Бог, он не вмешивается в природу. Принцип это такой. Бог создал мир, человека, все запустил и удалился. А теперь что люди должны делать? Сами брать на себя ответственность и решать все глобальные проблемы. Вот такой постулат выдвинули люди во времена постмодернизма. Или либеральное христианство это целое такое движение, которое, если по правде говорят, стартовало на американском континенте, ну и объективно, потому что Америка стала меккой протестантизма. И отсюда пошло либеральное богословие, которое просто в шок привело многих людей, которые были посвящены истине, которые верили в истинность Писания. В 19 веке христиане-либералы стремились установить человеческое учение Иисуса Христа как стандарт для мировой цивилизации, свободное от культовых традиций, следов языческой веры, все их естественное. Следовательно, для либеральных христиан менее важны чудесные события, связанные с Иисусом Христом и его учением. Обязательство удалить суеверные элементы из христианской веры и дискуссия о том, верить ли в чудеса была просто суеверимой или необходимой для принятия божественности Христа, представляла собой кризис церкви 19 века, а затем стремилась прийти к богословскому компромиссу. Если коротко сказать, люди, опять же, под влиянием культуры и общества, они сказали, хорошо, мы попытаемся адаптировать христианство к современным условиям. Что из этого получилось? Они сказали, извините, мы не будем настаивать на чудесах Иисуса Христа, это, наверное, ошибка. Мы оставим только морально-этические принципы, которые впоследствии тоже были полностью уничтожены. Герменептика религии. Центральной темой герменептики религии является, что Бог существует за пределами человеческого воображения. Представьте себе, выходит проповедник и говорит, друзья, Бог очень далек от нас, мы не можем его познать. Мы будем сегодня говорить только то, что мы можем понять. Вот такие находились люди, которые целая конфессия увлекали за собой, которые писали тамы богословских трудов. И это, опять же, давление серьезное, которому подвергалась церковь Иисуса Христа. И последнее, так к примеру, недогматическое богословие. Итак, сторонники слабого богословия утверждают, что современные доминирующие объяснения богословия по сути являются идеологическими, всеобъемлющими и воинственными. Перевожу на понятный язык. Эти люди говорят, стоп, вы консервативные христиане, вы как революционеры, вы очень воинственные, вы очень страшные, с вами тяжело иметь дело, вы такие категоричные, расслабьтесь, просто расслабьтесь, спокойнее, давайте порассуждаем, давайте более широко посмотрим. Это был основной ихний посыл, но что же они утверждали? Они снова и снова утверждали, Бог слабой теологии не вмешивается физически или метафизически в природу, слабое богословие подчеркивает ответственность людей действовать в этом мире здесь и сейчас, что они предлагали? Они как бы говорят, смотрите, Бог создал лодку, посадил вас людей в лодку, а теперь вы плывите, гребите, вот ихний был посыл, и в итоге несколько, вернее, одну цитату Чарльза Колсона я хочу, чтобы вы услышали. Это один малюсенький пример, во что превращается церковь в эпоху постмодерна, если она прогинается под влиянием общества и культуры. Итак, простой пример. Чарльз Колсон рассказывает об одной из церквей. Для начала пасторь решил увеличить число членов. И знаете, что он первое сделал? Он попросил команду церковный совет сделать маркетинговое исследование рынка. Ну, церковь же попала в рыночную экономику. Они заказали исследование, и оказывается, исследование, оно следующие вещи показало. Выяснилось, во-первых, что многим людям не нравится слово баптист. Окей, они решили, хорошо, мы его уберем. Дальше исследования показали, что люди желают более удобного подъезда к церкви, поэтому было построено новое здание, в нем были светлые своды, каменные камины, не было ни крестов, ни других символов, которые могли бы заставить людей чувствовать себя неуютно. Затем пастор решил перестать использовать богословский язык. Он говорит следующее, если мы употребляем слова искупления, обращения, люди решают, что мы говорим о долговых обязательствах. Это неприятно для человека, конечно, говорить или напоминать о долгах. Он прекратил проповедовать на тему ада и вечного осуждения и переключился на более светлые темы. Церковь начала расти. Конечно же, людям это понравилось. И здесь мне нравится цитата прихожанина, простого человека, который приходит в церковь. Он сказал так, друзья, здесь царит такой дух, который ставит людей выше доктрины. Церковь принимает людей полностью такими, какими они есть, без предписаний и запретов. И вывод следующий. Отказываясь от доктрины и нравственных авторитетов и приспосабливая учения к требованиям рынка, церковь начала свое паломничество в обители постмодернизма. Это маленький элемент, маленький эпизод. Я убежден в большем. Я третий раз в Америке. Конечно, меня удивляет огромное количество зданий евангельских церквей. Очень много. Но, к сожалению, и у вас здесь в Америке, и у нас в Украине некоторые церкви, они не устояли под этим давлением постмодернизма. Они прогнулись. Они оставили вот эти основные принципы и писания, и принципы реформации. И они совершенно начали ложить другое основание. И вы должны сегодня, друзья мои, четко понимать, какая погода на улице, что происходит вне церкви. Почему? Потому что всегда, во все времена, культура и общество будут давить на церковь. Более того, вы сегодня находитесь во времени информационного взрыва. поток информации, который обрушился на вас, мне так иногда кажется, не каждый взрослый справится, тем более молодой человек. Как разобраться, где истина, где правда? Сегодня есть возможность не просто посетить соседнюю церковь. Сегодня в онлайн режиме вы можете присутствовать на тысячи служениях, и все говорят, и все какие-то интересные, и множество всяких предложений. Мне кажется, я допускаю, что церковь никогда не была под таким давлением информационным, религиозным давлением, как сегодня. И я смотрю, что у некоторых друзей опускаются руки, они как бы говорят, слушай, разобраться просто нереально, просто нереально, и не оставляют любые попытки разобраться в этом. Но мы возвращаемся к посланию колоссянам. Апостол Павел заложил фундамент. Какой ответ христиан к культуре и обществу? Иисус Христос. Познание Иисуса Христа. Вот ответ. У нас осталось буквально, я смотрю по времени, пять минут, и мы немножко скажем о нашем времени, какое время мы живем. Итак, пройдя вот эти эпохи, пройдя вот этот небольшой анализ, этот точечный анализ процессов происходило намного больше, намного серьезнее, я хотел бы коснуться сегодня нас с вами. Итак, влияние современного общества, где мы, в какой мы точке находимся? Я четыре очень, как мне кажется, сильных стороны культуры анонсирую, скажу, и вы увидите, что на самом деле, на самом деле, мы действительно находимся под давлением этих вещей. Итак, во-первых, все без исключения исследователи, они говорят о следующем, сегодняшняя культура, это культура потребления. Как Писание говорит об этом? Писание говорит в послании к Тимофе, апостол Павел, что в последние времена люди будут более сластолюбивы, нежели Бога любивы. Вот это культура потребления. Вот здесь Писание, вот здесь Павел говорит, что люди будут воспринимать церковь как потребители. Еще раз, сегодня очень популярна вот эта позиция. Я прихожу в церковь и первый вопрос, что я могу взять? Почему? Потому что ты так приучен в жизни. Ты приходишь, у тебя сфера обслуживания, магазины обслуживают, школи обслуживают, родители обслуживают, все обслуживают, и человек автоматически, приходя в церковь, он задает вопрос, возможно, не вслух. Какая ты церковь? Что она мне может дать? В 90-е годы у нас в Украине, я вот здесь с некоторыми братьями уже в моей эпохе общался, в Украине, в Молдавии, когда Советский Союз распался, мы резко опустились на самое одно материальное. И здесь у нас в Киеве на помощь пришла миссия Менонитам в начало 90-х годов, и Менониты, когда приехали в Киев, они тоже посмотрели направо-налево, но так как они были американцами, они до конца до сути не увидели природу славянской души. И они дали телефонограмму в Америку, что люди просто жаждут Евангелия. Но одна проблема, очень бедные. Ну и Менониты, они богаты, они решили эту проблему решить. Представьте себе, город Киев, Менониты покупают 200-литровые бочки с подсолнечным маслом, выкатывают просто на улицу. И люди идут, и они прохожим наливают подсолнечное масло. Через некоторое время очередь просто километровая. Они поняли, что что-то не так. Стали делать такие, ну, на руку не начертания, а небольшие печати, чтобы человек второй раз не приходил. Ну, наш народ ушел, он все это подтирал, сразу это масло шло на базар, ну, и все. Менониты начали понимать, что что-то не так. И одновременно они открыли церковь. И начали эту помощь раздавать и в церкви. Слушайте, церковь просто не умещала желающих. Такое огромное количество людей. И я до сих пор помню, я был молодым человеком, мы приехали по каким-то делам в эту миссию. Когда они увидели, что они немножко пошли не другим, ну, не тем путем, я без тени осуждения, они хотели искренне сделать добро, но они не понимали славянскую душу. Ну, вот в этом вся была проблема. И я помню, когда они вышли на пик этого, и когда паломничество усилилось, в одной из квартир миссионеров была надпись муки нет, масла нет, ничего нет. Но люди все равно шли, потому что сарафанное радио, и люди подтягивались, подтягивались. Вот один мой знакомый брат, уже когда они практически перестали давать помощь, и церковь начала уменьшаться количественно, и он говорит, я решил посетить эту церковь, сказать слово, и побыть на собрании. Он говорит, я сел, и возле меня женщина. Ну, а женщины такие нетерпливые, познакомиться, поговорить надо, и она меня так толкает и говорит, хорошая церковь. Он говорит, я молчу, ну, хорошая. Но она ж не унимается. Говорит, хорошо давали. Он говорит, я молчу, ну, давали. Раньше больше, сейчас немного меньше, но все равно дает. Вы понимаете, в чем проблема? Когда человек приходит в церковь, как потребитель? Это неправильное положение. Но мы живем в обществе потребления. Итак, я иду дальше, друзья мои. Церковь, это не место, где вы потребляете. Кстати, хочу сказать несколько слов. Очень часто, когда люди приезжают и начинают жаловаться, что-то в церкви не так, то не так, то не так, то не так. Вы слышите, почему эти жалобы происходят? От чего? Я когда в школе учился, на всю жизнь запомнил, уже мне 48 лет, я до сих пор помню, с правой стороны от моей парты была большая надпись. Были в советское время два таких писателя, Ильф и Петров. И там была надпись следующая. Не надо бороться за чистоту, надо взять метлу и подметать. Вот это евангельский принцип. Не приходи в церковь, как потребитель. Не становись в позицию, кто меня поприветствует, кто мне объяснит, кто меня посадит. Как-то один пастор говорил, слушайте, я потреблял только первые шесть месяцев, когда слышал Евангелие, потом я понял, надо отдавать. Приходи в церковь с мыслью, что я могу дать. Это концепция писания, это принцип писания. Следующее. Мы живем в эпоху мега-индивидуализма. Мое пространство, меня не трогай, мои интересы, я больно реагирую на критику. Более того, принцип индивидуализма сказал Каин, разве я сторож брату моему? Вот в какое время культурное мы живем. Но писание учит совершенно другому. Глава Христос, а вы члены. Мы в теле Христовом. Болеет один член, болеют все члены. Я должен научиться сопереживать. Я должен себя понимать частью общины Божьей. А не только я. Знаете, это выражение лучше нас, только мы. Это не принцип писания. Принцип писания я прихожу служить и я часть общего. И я делаю все усилия для того, чтобы быть полезным членом в целом обществе христианской церкви. Будь собой, будь верен себе. Вот это лозунги индивидуализма. Релятивная или относительная мораль. Вот это бич современной культуры и общества и бич современной церкви. Релятивная мораль, то есть относительно. Знаете, есть такое выражение, что часто рассуждение оправдывает то, что совесть осуждает. Говорят, ну это неправильно, ну давайте порассуждаем. Вдруг порассуждали и ничего плохого с этого не выходит. Высокие стандартные морали, они не зыблемы, они постоянные, они установлены Богом. Никто не имеет права их менять. Даже при всей любви, снисхождению, состраданию к человеку, который порабощен грехами, это не повод легализировать его жизнь, не повод успокаивать его, говорят, да, все нормально, живи, как-то Бог там тебя помилует. Нет. Бог Евангелие все сделал для того, чтобы человек получив возрождение и получив освобождение от влияния плоти, жил стандартами моральными писания. Не писание надо опускать и растворять, надо подниматься, подниматься и бороться, даже если не получается. И последнее это онлайн-культура. Я думаю, ни одного человека оно не отпустило. Новые лидеры, новые месседжи, новые откровения, все это в онлайн-культуре, в социальных сетях и люди часто начинают путаться, где добро, где зло, где тьма, где свет. С онлайн-культурой нужно быть очень осторожным. Сегодня многие люди говорят о том, что должна быть информационная гигиена. Нельзя все подряд на себя мерять, нельзя в этом всем жить, тем более, если у тебя нет иммунитета. Надо дозировать, надо фильтровать, надо контролировать и не надо опускаться полностью во все тяжкие в онлайн-культуре. И вот так вот эти четыре принципа, на котором сегодня содержится современное общество, и оно, конечно же, давляет на всех из нас, конечно же, оно не дает нам покоя. Я хочу заканчивать текстом из Священного Писания, Колоссянам 1, 15, 17. Почему? Потому что мы не только должны рассматривать эпохи и культуры и признаки культуры, мы четко должны понимать, сегодняшнее мое слово направлено к следующим. Во все эпохи, в которые жили христиане, в том числе в нашу современную эпоху, у нас безальтернативный один ответ есть, который прописан в Писании. Итак, послание апостола Павла Колоссянам 15 по 17 текст, который есть образ Бога невидимого об Иисусе Христе, рожденный прежде всякого творения, ибо им создано все, что на небесах, что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, все им и для него создано. Итак, 17 стих, и он прежде всего и все им стоит. вот о чем говорит апостол Павел Колоссянам. Вот ответ культуре, которая имела определенное давление на христиан во времена апостола Павла. Вот так отвечала реформация, только Христос. Вот так в эпоху модерна, постмодерна, церковь Иисуса Христа, она возвращалась к Писанию, и она говорила истина в Иисусе Христе. И это не было проявлением радикализма или нетерпимости. Это знаете что, друзья мои? Это просто покорность истине Божьей. Почему? Потому что Иисус Христос это полное откровение Бога людям. И мы всегда будем находиться в определенном положении, оставаться на позиции верности Евангелию, познания Иисуса Христа, Его истине, воплощать эти истины в жизни. В противном случае давление общества будет настолько сильным, что я хочу вспомнить красивую иллюстрацию, которую Христос сказал о доме, который строится на камне и на песке. Дом, который стоит на камне, то есть на Иисусе Христе, история показывает, он пережил все в истории человечества. И церковь прошла победоносно. Почему? Потому что строила свою жизнь на Христе. И в то же самое время многие люди они ушли во тьму, потому что не строили на Христе, строили строение, но на песке. Я хочу пожелать вам и себе, друзья мои, чтобы мы были людьми мудрыми. И мы доверяли тому, что говорит Писание, а не что утверждает культура и общество. Да поможет Бог нам в этом. Аминь.